Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Добрый вечер! 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 На заседании был представлен и отчёт о выполнении мероприятий государственной целевой программы «Жилище-2022», предусмотренных к реализации в 2021 году. За указанный период поступило 959 обращений, из которых 206 в 2019 году. Руслан Аджба также отметил, что за 2021 год было рассмотрено 83 заявления. 50 граждан получили статус участника программы на общую сумму 39 миллионов рублей. 32 человека получили отказ. Одно заявление находится на рассмотрении. Фактически бюджетные расходы на реализацию программы в 2021 году составили 27 миллионов 800 тысяч рублей. Из них 26 миллионов 800 тысяч рублей выдано 33 гражданам, получившим статус участника программы в 2021 году. 1 миллион рублей выделен одному гражданину, получившему статус участника программы ещё в 2019 году. Так как он до 2021 года не смог найти подходящее жильё, он нашёл в начале 2021 года, обратился к нам. Мы в 2021 году за счёт сумм, предусмотренных на 2021 год, за счёт этой суммы мы выделили 1 миллион рублей этой семье. Они приобрели жильё в городе Ачемчира. Те лица, которые 17 участников программы, которые не смогли в 2021 году найти подходящее жильё, они обращаются к нам по настоящее время, и мы продолжаем финансировать за счёт уже средств, предусмотренных на 2022 год. Максимально объективно. Просто до невозможности. Потому что есть жалобы. Поэтому не ленитесь сесть на служебную машину, поехать по адресу, посмотреть. Там есть отказы, что у того-то есть жильё. Оно может числиться юридически за кем-то, но это не жильё. Это строение, которое непригодно для проживания. Как с этим казусом быть? И с этим придётся, если нужно, внести изменения в положение. Далее к обминам был принят проект программы мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашения между правительством Абхазии и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Программа предусматривает открытие культурно-делового центра Краснодарского края в Сухуме. Предложение об открытии центра внесено в МИД республики. Также на заседании приняли ряд решений, касающихся развития отношений между Абхазией и Сирией. Проведение переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Сирийской Арабской Республики. Данное соглашение согласовано с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции Республики Абхазия, Министерством финансов, Министерством экономики. На заседании Кабмина председатель ГТК Отаар Хеце представил три проекта, постановления которые были приняты. О представлении президенту Республики Абхазия предложение о заключении соглашения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. О проведении переговоров о подписании протокола между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Генеральным таможенным управлением Сирийской Арабской Республики об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. И третий проект – это меморандум между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Генеральным таможенным управлением Сирийской Арабской Республики об обмене статистическими данными о взаимной торговле. Все эти проекты согласованы с Минюстом, Минфином, Минэком и Министерством иностранных дел. Правительство дало согласие на перевод земельного участка площадью 0,93 гектара в городе Гагра из категории в категорию, одобрило предложение администрации Гулрыбшского района о переводе земельного участка площадью 6 соток в селе Бабышира из категории земли сельхозназначения в категорию земли населенных пунктов под строительство индивидуального жилища. Также даны согласия администрации Гулрыбшского района на предоставление в постоянное пользование земельных участков площадью по 6 соток индивидуальным предпринимателям Эдуарду Джинджоле и Эслинде Гуле под строительство гостиниц. Дано согласие администрации Гагрского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка площадью 6 соток в поселке Цендрыбш индивидуальному предпринимателю Леону Аршба под строительство гостиницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вахтанг Абхазов вновь избран председателем Союза писателей Абхазии. Эти выборы состоялись в рамках 14-го съезда Союза писателей, который прошел 27 апреля. Вахтанг Абхазов представил отчетный доклад о деятельности за последние пять лет. Он подробно рассказал о проделанной работе, а также остановился на многочисленных проблемах, существующих в литературной жизни страны. На съезде присутствовал советник президента по культуре Нукзар Логуа, который обещал довести до руководства проблемы волнующие писатели. 30 апреля 2022 года Абхазскому радио исполняется 90 лет. В преддверии юбилейной даты в Центральном выставочном зале Сухума открылась фотовыставка «Итшажует Ауа». На ней представлено более 50 фотографий и документов об истории первого радио. Экспозицию посетили вице-президент Баадра Гунба, члены правительства, представители творческой интеллигенции, журналисты. На представленных здесь фотографиях запечатлены люди, которые стояли у истоков создания и становления национального радио. Первый выпуск Абхазского радио вышел в эфир 30 апреля 1932 года. Первоначально материалы готовились в редакциях газетов «Сных общей Советской Абхазии». Первым диктором стал Сандро Сангулия. И его первыми словами в эфире были «говорит Сухум». Это визитная карточка Абхазского радио. И с этими словами оно и сегодня выходит в эфир. В истории Абхазского радио, как и в истории абхазского народа, были нелегкие этапы. Было время, когда радио не звучало совсем. И связано это было с давлением грузинского руководства. В 1941 году абхазскую редакцию закрыли. Только после смерти Сталина в 1953 году снова удалось возобновить радиовещание на абхазском языке. Возрождением Абхазского радио можно считать 70-е и 80-е годы, когда руководителем Абхазского радио был Артем Амкуаб. При нем очень много было сделано в техническом, тематическом и содержательном плане. Особую роль Абхазская радио сыграла во время Отечественной войны народа Абхазии. Оно стало практически единственным источником достоверной информации для жителей республики, оставшихся в оккупированных грузинскими войсками районах. Люди с помощью самодельных радиоприемников пытались отыскать частоты абхазского радио, которое вселяло надежду. Сегодня национальное радио вещает более 6 часов в сутки. Помимо новостей, слушателям предлагаются тематические программы, а также работает музыкальная редакция, которая выпускает музыкальные программы по утрам и вечерам. На радио звучат общественно-политические, социальные и литературные передачи. Гран-при конкурса абхазских вин «1 миллион рублей» завоевал винодел Саид Званбая. Подведены итоги первого национального конкурса абхазских вин имени Ачба. Награды вручались в двух основных номинациях. Были и специальные призы. В номинации «Лучшее белое вино Абхазии» 2022 года первое место занял Нукзарашуба. Он получил денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Второе место и денежный приз 150 тысяч рублей получил Денис Амичба. Третье место и 50 тысяч рублей – Хаджират Аквициния. В номинации «Лучшее абхазское красное вино» 2022 года победителем стал Сергей Гадлия, который получил денежный приз 300 тысяч рублей. Второе место и 150 тысяч рублей получил Нукзарашуба. Третье место и 50 тысяч рублей – Адамыр Ахба. Специальный приз Министерства сельского хозяйства за самое образцовое хозяйство вручили Хаджирату Квициния. Специальный приз за производство полусладкого вина получил Саид Ладария. Специальные призы вручались и за вино из винограда сорта «Изабелла». В этой номинации первое место досталось вину, изготовленную Нукзаром Ашуба. Второе – Михаилом Лакоба. Третье – Саидом Ладария. У генерального директора ООО «Вина и воды» Абхазии Николая Ачба было особое мнение по вину из «Изабеллы». По решению Николая Владимировича «Лучшее вино» в этой номинации изготовил Алик Ахба, который тоже получил специальный приз. Всем участникам конкурса подарили итальянские саженцы европейских сортов винограда. Они также получат по две специальные бочки для вина, изготовленные из французского дуба. Нам очень хотелось провести этот конкурс по многим причинам. И одной из них является именно то, что мы должны помнить, что мы одна из родин виноделия в мире. Это очень важно, очень почетно и надо как-то этому пытаться соответствовать. Кроме того, естественной целью конкурса, конечно, было выявление наших коллег, людей, которые добросовестно занимаются виноделием, которые хотят и уже умеют делать настоящее вино. Нам хотелось поделиться друг с другом древними знаниями о виноделии и виноградовстве в нашей республике. Кому-то рассказать о каких-то новых методах, новых знаниях в этой области. Потому что ничего не стоит на месте, все двигается вперед. И на самом деле виноделие во всем мире за последние 30 лет, 40 лет сделал огромный скачок. И нельзя оставаться только на позиции каких-то наших старых знаний исторических. Надо двигаться за этим. Я думаю, что пообщаемся и будем дальше думать, как нам формализовать, наверное, наши отношения, нашу возникшую дружбу и постараемся как-то перейти на современные, на новые рельсы. 28 апреля работники скорой помощи отмечают профессиональный праздник. Глава Минздрава Эдуард Будба посетил станцию скорой помощи Сухумы и поздравил коллектив. Министр выразил медикам благодарность за их работу, особенно в сложный для страны период пандемии и коронавирусной инфекции. Главврач станции Аслан Джоупо поблагодарил Эдуарда Будба за теплые слова и отметил, что гордится коллективом, который готов и впредь без устали помогать жителям республики. За два года распространения коронавирусной инфекции в Абхазии Сухумская станция скорой помощи совершила 18 тысяч выездов. Днем работника скорой медицинской помощи вы колоссальный объем работы выполняете и по пандемии, и просто по городу, тогда ездите, спасаете жизни. От вас во многом зависит судьба человека. Я просто искренне хочу вас поздравить с праздничком и сказать вам просто человеческое спасибо. С 1 апреля Министерство туризма Абхазии проводит квалификацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории республики. Аттестация проходит в три этапа. Подробности в репортаже Гугус и Вардания. Показать и рассказать о красотах Абхазии, исторических событиях, традициях и бытиях, интересных и необычных местах, сделать путешествие увлекательным, полезным и безопасным. На плечах экскурсоводов лежит ответственная миссия, ведь они представляют нашу республику гостям. Поэтому главная цель аттестации, которую проводит Минтуризм, «Квалификация кадров в сфере туристской деятельности», «Защита прав потребителей, экскурсионных услуг и обеспечение безопасности туристов на территории страны». Аттестация проходит в три этапа. В этом году у нас около 700 претендентов, потому что профессия экскурсовода в Абхазии, она сегодня востребована и популярная. Тем более, это дает возможность нашей молодежи себя проявить и представить нашу республику для наших гостей. Аттестация экскурсоводов проходит с начала апреля. В состав экспертной комиссии вошли ученые, общественные деятели, представители профсоюза экскурсоводов. Знания проверяют в два этапа – тестирование из 10 вопросов и собеседование. Экскурсоводы разделены на три категории. Гиды первой категории освобождены от аттестации на 5 лет, второй – на 3 года. Для первой и второй категории требовалось пойти в курсы повышения квалификации соответствия требованиям. А вот для тех, кто не работал никогда, им нужно пойти в полноценные курсы экскурсовода, которые идут более трех месяцев. Самое важное – доносить до гостей правдивую и достоверную информацию. К сожалению, в стране появились гиды-нелегалы. С этим активно борется Министерство туризма республики и профсоюз экскурсоводов. Также в закон о туристской деятельности на территории Абхазии были внесены изменения. Только гражданин республики Абхазия может работать экскурсоводом. Также, в соответствии с принятым законом, мы должны теперь в постановлении Кабинета министров утвердить положение об аттестации экскурсоводов. И там будут некоторые изменения, за которыми тем, кто хочет стать экскурсоводом, следует отслеживать их. За осуществление нелегальной экскурсионной деятельности гиды, не аттестованные в Министерстве туризма, так же, как и любые физические лица, должны заплатить штраф в 18 тысяч рублей. Юридическим лицам за данное нарушение придется заплатить 30 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы гораздо больше – 30 и 48 тысяч соответственно. Гугу Савардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Министерство просвещения, языковой политики, Абхазии и БГТУ объявляют набор абитуриентов, желающих поступить в Белгородский государственный технологический университет имени Шухова. Желающие поступить должны обратиться в Министерство просвещения, языковой политики для заполнения анкеты. Обучение проводится на бюджетной основе. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 29 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами ночью и утром возможен туман с моросью. Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова